Этот день победы порохом пропах. Под таким названием на Тверском вагоностроительном заводе прошел конкурс рисунков, организованный для детей и внуков работников предприятия. Накануне дня машиностроителя всех участников пригласили на завод, чтобы подвести итоги и рассказать о боевых и трудовых подвигах вагоностроителей в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса детских рисунков «Этот день победы порохом пропах» началось у заводского обелиска, павшим в боях за Родину. Здесь директор музея завода Лариса Хохлова рассказала о том, что в разные годы на предприятии трудилось 8 героев Советского Союза. Причем имя восьмого героя Ивана Петровича Кузнецова вписано на обелиск буквально на этой неделе. В архивах завода обнаружилось документальное подтверждение тому, что после войны герой Советского Союза работал на предприятии токарем. Принимал участие в битве под Москвой, в Воронеже, Киеве, Чехословакии. Трижды ранен разведчик, младший лейтенант Кузнецов Иван Петрович. В дивизии, где он услужил, имел репутацию опытного и бесстрашного разведчика. В годы Великой Отечественной войны многие вагоностроители ковали победу на полях сражений, другие выпускали на заводе продукцию для фронта. Причем в цехах трудилось много женщин, детей и стариков. После возложения цветов к обелиску организаторы конкурса детских рисунков, который проводился по инициативе Совета молодежи ТВЗ и при поддержке Тверского регионального отделения «Союзмажа России», приступили к торжественному награждению. На конкурс было подано 27 работ в четырех возрастных категориях. Для меня было удивительно, насколько дети умеют точно передавать эмоции в своих рисунках. Это, видимо, какой-то незамыленный взгляд. Насколько они передают вот эту атмосферу военную, атмосферу победы, это чувство радости и гордости, было очень интересно. Одним из самых юных победителей конкурса стал Григорий Михня. Он занял второе место в возрастной категории от трех до пяти лет. Я нарисовал танки. Помогали сыну вообще в рамках? Абсолютно нет. Придумал самый сюжет, выбрал палитру, фигуры солдат вырисовал, и танки все сами. В основе идеи рисунка Дианы Чуркиной – история семьи. Две ее прабабушки в войну спасали жизни раненым. В тяжелейших условиях, часто рискуя жизнью, доставляли бойцов с поля боя в медчасть. На картине изображен санитарный поезд, который бомбят фашисты. Навстречу ему летит самолет, который пытается остановить фашистов и разбомбить их. История моей семьи – это очень довольно важная и кропотливая для меня работа. В заключении мероприятия директор по управлению персоналом Тверского вагоностроительного завода и Елена Пономаренко анонсировала еще один творческий конкурс, на этот раз по моделизму. Интересен взгляд детей на то, каким им видится пассажирский поезд будущего. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова